здравствуйте дорогие друзья компания директ медиа и проект директ академии рады вас видеть на очередном нашем вебинаре посвященному сегодня базам знаний и управлению заявкой к сожалению татьяна викторна телегина с нами присутствует только условно духовно она приболела стремилась прийти к нам на вебинар но я попросил ее не делать этого продолжить лечение желаем ей быстрейшего выздоровления знаю что она здесь нами просто раз мы рассмотрели с вами работу с блогами и мы с вами выяснили что это такое и все польза для педагога по этому вебинару вы также можете получить сертификат сертификат участника вот это на примере татьяны телегины такой красивый сертификат сразу приносим наши извинения за технические неполадки уважаемые коллеги все ваши сертификаты все ваши дипломы вы получите сто процентов не волнуйтесь у нас видите сейчас изменилось наше доменное имя просим вас не пугаться старый адрес у нас также работает но теперь а у нас адрес называется адрес называется директ академия точка ру старый адрес лмс также работает но будет переадресовываться будет осуществляться редирект вот это вот новое доменное имя все нормально если у кого-то будут проблемы просим обязательно сообщать как и прошлый вебинар звук подвисает я думаю что это подвисает у кого-то свой интернет тормозит интернет ну записи увидите качественно я вас уверяю наталья с интернетом я вам помочь не смогу может быть звук трещит это скажите я тогда сделаю громкость потише мы говорим что этот вебинар идет в рамках ознакомления с курсом под названием технологии креативного онлайн обучения причем не только в рамках какого-то электронного курса но и с использованием любых технологий даже если хотите с помощью обычной электронной почты и и в прошлый раз мы вот этих наших уважаемых активистов поощрили такими красивыми грамотами вы видите это беспалова татьяна владимировна васильева людмила сергеевна и ефиминка светлана михайловна сегодня мы конце этой встречи также объявим победителей кому мы вручим наши грамоты сам онлайн курс повторюсь имеет такое описание по ссылочке которая была до этого будет вот так вот выглядеть в нем подробно расписано какой состав тем там темы будут в виде путешествий каждое путешествие это некая тема и в ходе этого совместного путешествия достигается определенный результат мы изучим виды технологий и каждый вид мы будем с вами изучать с помощью интеллектуального конструктора успеха успешного онлайн обучения мы говорили в прошлый раз о постановке задач она у каждого своя нет универсальной задачи едины для всех нет единой рекомендации единой таблетки счастья для всех поэтому интеллектуальный конструктор рассчитан на индивидуальные возможности и потребности каждого из нас в этом наше ноу-хау сам доступ в этот курс и в этот интеллектуальный конструктор доступен вот по этой сумме это большая работа это наши затраты приглашаем вас туда записаться и получить результат а сегодня мы рассмотрим только один из таких результатов добрый день кто зашел и так мы должны с вами хорошо понять что раз идет о речь о конструкторе о конструкторе то мы должны его увидеть до сих пор мы и вам его показывали прошлый раз но не так детально не так детально мы идем постепенно не потому что нам все что скрывать дело в том что это методическая технологическая конструктивное решение с решением с использованием различных методов которые просто так вот так вот сказать вот берите занимайтесь используете и все у вас получится еще будет хорошо будет неправильно нужно сначала понять что это вот каковы характеристики этого конструктора а затем мы посмотрим примеры его применения какие группы технологии заложены в этом конструкторе ничего любимого здесь мы видим четыре группы вот эту классификацию мы как авторы сами разработали мы считаем что в обучении применяется отдельно контент и и преподаватель автор кафедра факультет библиотека учебное подразделение а могут использовать готовить размещать контент как совокупность на информации совокупность а для чтения с которым который можно пользоваться но с которой нет обратной связи мы книгу читаем у нас обратная связь с персонажами с автором внутри происходит голове нашим мозгу но мне с реальными людьми контент это чтение просмотр обращение какой-то информации следующая группа или технологии это взаимодействие коммуникации вот тут мы начинаем уже взаимодействовать то ли с людьми то ли с машинами например тест это общение с тестовой системой в чем разница между взаимодействием коммуникации мы всем понятно взаимодействие может быть группы коммуникации это когда мы получаем некую консультацию только прямо преподавателя или от коллеги мы коммуницируем следующая группа технологии это контрольно-изберительные здесь нет взаимодействия здесь нет контента здесь чисто сдать контрольную работу ргр и так далее ответить на вопрос получить оценку это отдельная группа технологии в нашем конструкторе и наконец 5 четвертая управление четвертая группа это управление анализ успеваемости посещаемости читаемости и другие характеристики вот это группы которые есть этот конструктор может быть создан действительно в любой оболочке он у нас создан на платформе google если вы хотите другую давайте это обсудим другой платформа спасибо анна викторовна мы сделали на примере lms google да анна викторовна мы взяли в муду почему мы его взяли ну потому что мы считаем раз у нас 17 тысяч пользователей системе преподаватели зарегистрированы клиенты bs имеет доступ к этой системе да и не только клиенты bs имеет доступ у нас масса бесплатных онлайн курсов и возможности об этом можно много говорить но зачем нам идти примеру в google форма или еще какие-то внешние источники когда здесь такие возможности есть следующая характеристика этого конструктора прежде чем мы рассмотрим пример применением всего конструктора это непосредственно форма реализации мы тоже об этом уже говорили просто напомню это коллеги экспертная система вот скобках база данных а с другой стороны это база знаний мы сейчас с вами давайте попробуем ответить на вопрос который несколько дней назад устроил я сейчас покажу экран вот у без такая группа профи д.о. была жесточайшая дискуссия о терминах о том что нету баз знаний не может такого быть давайте ка я этот опрос сейчас открою прежде чем мы пойдем непосредственно к примеру и ответим на вопрос можно ли знание отделить от человека некоторые считают это невозможно так я запускаю опрос так отвечу на частный вопрос здравствуйте елена леонидовна и другие коллеги вот тут вот извините опечаточку я допустил на выберите ваш вариант ответа я не говорю что кто-то из нас будет прав а кто-то виноват нет я говорю о том что у нас будут разные точки зрения насколько они разные наш опрос сейчас покажет уважаемые коллеги активнее пожалуйста почитайте варианты мы видим пока 10 проголосовала это маловато для того чтобы опрос считался надежным давайте ответим знания нужно ли их отделить или это прерогатива имплицитное свойство человека но никак не машина или чего-то еще какого-то носителя информации и так мы видим что уже подавляющая часть коллег с которыми я согласен считают что да в экспертной системе человека нет а его опыт и знания есть вот те которые занимаются искусным интеллектом машинными технологиями системным анализом моделированием систем экономическим моделированием любым другим исследованием операции они хорошо знают что в некоторых случаях диагностику поиска неисправности поиска ответа можно решать на основе того когда экспертные знания закладываются в некую систему в табличке их называют базы данных это называют базы знаний это термин базы знаний вполне научный это не лженаука это не мистификация это неправильный не то что говорят некоторые неправильный перевод термина перевод термина knowledge base база знаний действительно это правильно нормальная научная и в нашей отечественной науке давно этот термин применяется если не ошибаюсь еще сороковых году начало теоретически потом практически базы знаний искусственный интеллект я закрываю этот опрос теперь мы понимаем что теорию мы уже уяснили что это экспертная система это база знаний вот этот конструктор в котором можно выполнять какие задачи группировать технологии на основе каких-то признаков сортировать например по стоимости этого этой технологии или по уровню ее педагогической полезности можно сделать поиск и можно даже решать задачу оптимального решения вот я учитель педагог библиотекарь методист специалист я знаю что мне надо я задаю свои критерии качества повторюсь они у каждого свои и я получаю оптимальное решение для себя на основе своей локальной постановки задачи успешного обучения следующий параметр общее количество уважаемые коллеги 200 с лишним технологий находятся в этом конструкторе в том числе и бесплатные и в том числе и муду и не муду и каковы же наконец показатели качества теорию юнга рената рауфовна дорогая мы сейчас можем рассмотреть но наша задача более простая мы у нас семинар а точнее называю вот этот тренинг где вы выступаете в роли экспертов доказать о том доказать теоретически методически и практический вывод подход для любого для каждого из нас есть он в этом вебинаре или нет вот хотя мы можем рассуждать и психо психолого социометрическом плане психологическом философском социологическом нас интересует термин этот термин база знаний с точки зрения решения педагогическая задача с применением некой технологии и достижения креативного или творческого результата критерий вот не нравится светлана виктор на давайте как так светлана виктор на я посмотрел ваши досье вы мне очень понравились и заинтересовали не только вы но и многие другие коллеги я думаю вам надо стать нашим автором онлайн курсы потому что я вижу кстати и знаком с вашим учебным заведением как я потом вспомнил хорошо знаком давайте это рассмотрим педагогическая ценность все таки я вернусь требует корректировки и естественно у него может быть чистый вид наверное грязный вид вот хорошо хорошо давайте вот светлана виктор на мы ответим дадим ответ на ваш вопрос про чистоту педагогической ценности той или иной оценки педагогическая ценность я скажу сразу уважаемые коллеги не буду темнить мы измеряем ее в звездах пять звезд четыре звезды или пять баллов четыре балла от единицы до пяти как мы это измеряли вот мы как раз сегодня и измерим педагогическую ценность базы знаний все вместе и увидим насколько оценка вот мы не сговариваясь оценим педагогическую полезность базы знаний в нашем примере и сопоставим ее с тем что было представлено в конструкторе насколько оценка в конструкторе совпадет с экспертной оценкой участников нашего вебинара нет у светлана викторовна во первых у меня фамилия заинтересовала вы просто оказались одна фамилица потом попутно я посмотрел ваше профессиональное досье и вам и другим я делаю приглашение стать нашими авторами ну просто вы одна из активных и кто присутствует на наших вебинарах итак следующие характеристики уважаемые коллеги я все говорю пока про конструктор наш подход вот с Татьяной Викторовной и Телегиной обязательно обязательно учитывая трудозатраты это кажется чем-то неприличным мы все говорим о творчестве о дидактике о креативности о какой-то там мотивации все это хорошо но когда мы говорим а где на это брать время мы приходим в тупик ну кстати Татьяна Викторовна ученица Глеба Архангельского известного специалиста в сфере тайм-менеджмента является Татьяна Викторовна автором и соавтором различных изданий монографий даже по тайм-менеджменту но и я тоже как аналитик всегда говорю ну если нет у учителя времени ресурсов ну еще и зарплата маленькая о чем можно говорить о какой-то гимификации какие-то там еще если у него нету на это время почему мы отвлекаем его зря поэтому мы ориентируемся на реальность а не какие-то мифы какие-то мистические находки вот у нас есть инструмент там муду или еще что-то берите все у вас будет хорошо нет не будет хорошо пока мы не научимся так вот мы приводим вам пример типовой когда время трудозатраты на то чтобы просто понять и применить какую-то технологию какой-то элемент выполняется самостоятельно учителем педагогом специалистом ну таким средним у которого есть мотивация колоссальная и трудозатраты с помощью нашего интеллектуального конструктора вот вы видите их на экране извините вот о чем идет речь трудозатраты плюс оценка педагогической полезности Елена Леонидовна вы абсолютно правильно говорите вот я сейчас вернусь специально к предыдущему слайду где как раз ответ что у каждого постановка задача или контекст локальный локальный кто-то преподает математику кто-то химик кто-то анатомик кто-то живет в месте где интернет слабый или вообще нету и так далее совершенно разные условия у каждого будет локальная постановка задачи успеха ее не будет никогда универсальной и анастасия н извините вы можете да мы сейчас как раз к этому переходим анастасия на нашей платформе вот на этой платформе directmedia.ru вы можете любой из вас может попробовать свои силы и не просто попробовать а пригласить туда учеников студентов и вот сейчас мы и посмотрим показатели качества я сейчас на ваших глазах демонстрирую экран надеюсь вот вы его сейчас видите это портал это сайт директ академия адрес directacademia.ru вот я буду вот так вот рисовать нет вот так буду рисовать надеюсь вы это видите вот я нарисовал адрес линию где это нарисовано и тут есть ссылочка база знаний то есть мы сейчас начинаем смотреть как работает пример пример базы знаний что мы тут видим видим претензию что это база знаний есть некий логотип есть приветствие есть поле для ввода чего-то предложения чем мы вам можем помочь и какие-то поля так вот допустим представим пример ученик или студент или слушатель обучаемый что-то захотел найти по своему вопросу он видит такую надпись чем мы можем помочь введите слово для поиска и как только он начинает писать например он забыл пароль у меня это самый частый случай не успел он дописать как это база знаний или эта программа или эта система тут же дала ему варианты выбора словарной статьи из вот этой библиотеки причем не просто с названием этих ссылок но и с указанием рубрики или категории где находится представьте себе что ваш ученик пишет вопрос по вашему предмету или ваши магистранты ваши участники вашего проекта ученики по вашему предмету что-то пишет а у вас там уже все лежит по полочкам по темам по группам и не успел он написать как этот вариант ему тут же высвечивается и он может получить ответ я еще раз говорю это пример здесь может быть любой предмет в ответе может быть текст графика мультимедиа что угодно и так мы с вами увидели что база знаний это поисковая система в данном случае поисковая которая имеется категории или некий каталог готовых ответов и нужно просматривать или через поиск или по вот так вот листая это пример такой базы знаний листая просматривая содержимое этих статей ну вот например я покажу покажу как устроена словарная статья вот сейчас я хочу у вас спросить скажите пожалуйста вы согласны с той гипотезой что сюда в такую платформу действительно мы можем занести любую структурированную информацию которая может быть быстро найдена нашими пользователями если согласны напишите плюс если не согласны напишите минус так вот первая Татьяна Михайловна ну и так далее в общем ладно я наверное зря это спросил ответ очевиден что полезность и точнее легкость для ученика здесь ну очевидно ничего тут сложного нет по любому предмету можно создать такую совокупность где готовое решение есть хорошо вопрос следующий что здесь что здесь мы видим ну тут еще например есть служба заявок представим себе что в вашем наборе готовых решений чего-то нет вы не знали что это потребуется в данном случае я сейчас проимитирую промоделирую покажу вам поступает вопрос вашей системе по вашему предмету которого нету нету как это происходит поскольку у нас заявлено тикет системы заявок я покажу еще как и заявки работают потому что они связаны с этой база знаний представим себе что вы ведете какой-то платный курс или обслуживаете какую-то систему библиотечную да ваши ваши пользователи должны уметь вам задать вопрос вот они и такой вопрос задают пишут электронную почту тема заявки не могу найти там что-то по не могу найти материал и конкретизирует по методологии научного исследования а он у вас есть просто нет не оказался в этом не смог найти или по биологии или по любому предмету который вы преподаете может даже прикрепить файл и нажимает отправить то есть это следующий шаг чего-то не оказалось вашей так сказать базе знаний которые вы разработали как только это произошло как только это произошло тут же моментально тому кто является администратором придет письмо на почту я сейчас не буду его открывать допустим я его прочитал я вхожу в него как администратор или как преподаватель у меня есть разные варианты например я авторизирую через какую-то социальную сеть сейчас в моем случае это фейсбук то есть моментально быстро ничего не ввожу все я зашел и вот я как владелец этой системы или как преподаватель в моем предмете я увидел мне письмо пришло и вижу что у меня невыполненная заявка мне пришел тикет некто юрий белоношкин сообщил какое-то время назад с портала вот он зашел в этот портал по базе знаний и задал мне вопрос уважаемые коллеги вот здесь все понятно все хорошо и я ему могу ответить вот нажимая ответить уже тут же робот написал ему здравствуйте уважаемый заявка выполнена подпись все классно вопрос в другом если вопросы такие повторяются одно и то же спрашивают или вы догадываетесь что этот вопрос вот понимаете как профессионал вопрос важный можно ли эту заявку этот тикет превратить статью в базе знаний да или нет еще один примитивный вопрос мне кажется если да напишите плюс кто первый ответит нужно ли тикет систему заявку превратить в элемент в этой базе знаний автор запроса борис борис анатольевич когда он подает запросы известен он он же пишет свой email как же ему тогда ответить ответ дать а но если он ответ системе имеется ему представляться не надо и так мы с вами понимаем что конечно вот такой вопрос может стать элементом в базе знаний таким образом чем больше нас спрашивают вот я сейчас не буду показывать всю эту технологию чем больше нас спрашивают тем больше вероятность что мы нашу базу знаний вот этих решений будем пополнять кстати я сейчас вернусь на шаг назад и когда я отвечаю я могу эти готовые ответы вот отсюда из тикет системы вставить шаблонный ответ надеюсь мой экран вам видно ну вот такие вот варианты ответа здесь уже есть вот такой ну тут ответ даже в виде видеоролика можно послать и будет видно соответственно статистика вся учтется что я на все эти вопросы ответил возвращаюсь теперь на снова к этой базе уважаемые коллеги так это обычная информационно поисковая система не подобная каталогу Windows давайте-ка я сейчас выйду сюда выйду вот здесь выйду и мы практически посмотрим как это работает я сейчас прошу прошу зайти по этой ссылке вот практически вот вы видите сочи фрешдеск ком вот такая ссылочка и попробуйте первое ввести любое слово для поиска например тот же пароль и проверить как работает этот механизм эта система практически и сообщить дать ответ нашли вы увидели что увидели ли вы что она работает или нет это не система Windows о которой вы спрашиваете есть отличие есть отличие есть отличие дело в том что я никогда справкой Windows почти не пользуюсь кроме Excel да там можно ввести любое поисковое слово и Verdi тоже и найти ответы даже несколько вариантов ответов да они все в принципе работают одинаково вы правы они похожи управление персоналом ничего нет Анна Викторовна спасибо так от того действительно ничего нет получилось Наталья Викторовна вы здесь как я рад вас Ай Наталья Викторовна ну это же вы тогда строили этот замечательный дискуссионный процесс хорошо в социологии тоже ничего нет Наталья Викторовна не уходите вы будете одним из наших главных экспертов да тоже ничего нет потому что это пример базы знаний чисто для узкого функционала теперь давайте сделаем следующий вопрос уважаемые коллеги проверим ну вот я покажу на экране покажу на экране здесь есть поле ой извините есть поле новая служба службы поддержки пожалуйста практически напишите ту заявку практически в течение одной двух минут что вам не хватает по вашему предмету я покажу как ваши заявки сразу отобразятся в какие-то системы это важно чтобы убедиться вам всем присутствующим как это работает итак второе аудит ничего нет хорошо больше ничего не пишем больше ничего не пишем напишем заявку вот вы сейчас что-то ищите в своем подразделении в своей системе и вы хотите чтобы это было а я условно говоря тот который вам это все должен предоставить напишите заявку вот я еще раз показываю на экране вот так открыть новая заявка укажите свой адрес я его никому не там уверяю вас тему заявки например задач практикум задачник а в поле полное описание требуется и дальше что именно вам требуется учебник такого-то года или что-то еще или ваши какие-то пожелания и и прошу вас это отработать а мы посмотрим насколько действительно вот я как исполнитель ваши заявки получаю мне уже на почту пошли письма и вот я вижу я тот который отвечает за обеспечение своего подразделения вижу что Рената направила мне заявку по системам базы данных по мотивации замечательное название я еще не открывал его оно как раз по этому интеллектуальному конструктору написала Никуличева под названием мой сайт так обновляю вот уже два человека выполнили такую заявку практически то есть ну ничего сложного нет действительно технология работает об обрезкова материал по какому-то вопросу меканя 23 это какой-то ник тоже вот пишет вот я открываю любую любую допустим Никуличева и здесь читаю вот у нее мой сайт мой сайт а да я знаю этот сайт она мне сообщает ну вот она такую пробу сделала я в принципе вот с удовольствием бы расширил бы этот вариант текстовый вариант например эксперт системе известный эксперт по системе по системам точнее по методике организации дистанционного обучения в россии кандидат педагогических наук никуличева наталья викторовна приглашаю познакомиться с ее сайтом это колоссальная интересная коллекция авторских работ где можно посмотреть я бы ее включил но сейчас мы увидели что система приема таких заявок тикетов работает а и на этом мы что можем здесь подвести вывод какой какой вывод чисто вот педагогически сейчас уважаемые коллеги в роли эксперт давайте ответим на вопрос я возвращаюсь к вот этому нашему как параметрам к параметрам нашего интеллектуального конструктора и ответим все вместе по пятибалльной шкале звездочками от одной до пяти 1-5 звездочка отметим вот так как вы по своему предмету не так как с точки зрения общей теории педагогики дидактики и так далее а вот для своего предмета видите педагогическую ценность базы знаний в таком технологическом контексте для себя от одной до пяти вот напишите повторяю вот вы в роли эксперта вас спрашивают вот если вам дадут бесплатно вам ничего платить не надо такую технологию где ваши обучаемые или ваши сотрудники по вашей кафедре или ваши абитуриенты в вашем вузе и так далее или ваши родители на специальной страничке могут получить набор ответов он не успел написать а вот система уже подсказывает это имеет отношение педагогической полезности она у каждого из нас воспринимается по-своему по-своему теоретику допустим так у практиков чуть по-другому напишите вашу оценку педагогической ценности от одной до пяти звездочек вот например сергей здравствуйте я вас тоже хорошо помню он считает пять а лидия анатольевна считает три балла то есть не супер но и не совсем плохо троечка а четверочка а сейчас про обратную связь Анна Витовна спасибо я отвечу я про обратную связь вы так пока пишете ну вот вы пока так давайте я зайду про обратную связь я сейчас покажу вы пока пишите кто написал посмотрите ответ про обратную связь вот тут спрашивают помните мы говорили что есть контент где взаимодействие с преподавателем не осуществляется контент можно только читать взял книгу или на страницу открыл и прочитал ты ей что-то туда ответить не можешь так вот здесь есть обратная связь только на уровне да или нет все то есть анонимные спрашивали анонимные участники входят мы их не видим они здесь пишут ответ вот тут Ольга Владимировна ответила вот да вот здесь вот можно вот сказать да анонимно без регистрации больше никакой связи с базой знаний здесь нет нашим интеллектуальным конструкторе который а я извините экран не показал извините вот включая экран вот я сейчас тут был был вопрос вот тут был вопрос да полезно или нет я нажал да и появляется такое решение или вот я тогда другое в анонимном режиме покажу открыл какую-то статью посмотрел ответ на нее вот обратная связь был ответ полезным или нет да или нет все это ответ на ваш вопрос про обратную связь больше вот данной технологии больше ничего по обратной связи нет ну а теперь смотрим ваши результаты да видна Сергеевна база этот инструмент он идет пустым совершенно верно как чистая тетрадь дальше мы начинаем ее заполнить Анна Викторовна спасибо вам за вопрос сейчас про него чуть позже вот эта технология локальная или нет отвечу сразу Анна Викторовна сейчас мы придем к педагогической оценке этот эта технология и большинство аналогичных других других решений технологических предполагает несколько вариантов первый открытый как здесь второй закрытый где нужно авторизоваться ввести пароль и третий вариант комбинация часть открыта часть закрыта систему загружайте сами но тут искусственный интеллект пока еще Светлана Викторовна пока еще я не скажу но да действительно тут какой-то элемент мы свои знания и знания разных людей сюда заносим и теперь смотрим на оценку так вот мы видим три две тройки несколько пятерок четверок где-то вот четыре балла уважаемые коллеги я вам официально говорю вот по нашей системе по педагогической ценности этого элемента который вы сейчас видели у нас стоит четыре звезды вот ответ на вопрос насколько этот конструктор обоснован и насколько эта экспертиза является надежной у нас вот по всем инструментам вы видите вы посмотрели на инструмент он абсолютно простой ничего там сложного нет педагогическая ценность вот такова четыре балла то есть не уж не такая уж супер там какая-то навороченная технология она нас не заменит но она нам поможет если обучаемые что-то не знают они туда идут и и получают быстренько ответ ну и где-то там троечка то есть хорошая система которая будет полезна многим теперь по трудоемкости по трудоемкости я показываю вот вам пример трудоемкость освоения но мы увидели там что там осваивать я я не показывал как как заполнять но для ученика там очень легко сейчас покажу как заполнять если это интересно нужно иметь учетную запись к этой базе знаний нужно открыть эту страничку решения и там дается простейший конструктор ничего сложного вот я открываю решение и начинаю что-то заполнять например оформление квалификационных работ я открыл категорию и добавляю некую новую статью или новую папку вот новую статью просто хочу дополнить открываю эту ссылочку и пишу что-то пишу здесь вот и здесь присваивают теги все больше ничего тут говорить не стоит трудоемкость освоения примитивная но несколько минут и все понятно это по трудоемкости да и если бы вы захотели все это сами освоить уверяю вас вот найти этот инструмент прошерстить разные варианты базы знаний оценить со своим бюджетом надо не надо это бесплатно вот вы бы потратили на часов 30 чтобы племнули и сказали бы не надо я без этого хорошо живу никаких небос не надо в данном случае тут даже не час и не 55 минут эта база вот прочитал и все понял по этому конструктору там ну за 2-3 минуты ты все понял аналоги есть но они дорогие у нас там целая дискуссия была что лучше там бешеные деньги оказывается нужны тут все бесплатно можно брать и запускать что еще мы здесь можем отметить как как показатели качества этой технологии трудоемкость мы так как это удалить трудоемкость мы поняли минимально педагогическая ценность хорошая возможность самостоятельно освоить высокая ничего сложного нет отличия от аналогов я уже начал говорить колоссальная тока по стоимости это надо скачать надо установить надо найти системного администратора который этим будет заниматься там русификация вот видите здесь все на русском языке дизайн тот который вот я решил оформление взял вот свой логотипчик здесь так я сейчас покажу экран где это база знаний вот дизайн тот который я хотел по цвету по структуре я здесь по структуре вот такой заголовочек написал здесь да добавил свой телефончик вот это мой телефончик здесь написан для связи со мной вот и все все это делается быстро и легко я сейчас не рассказываю просто фиксирую вот это все делается легко и бесплатно и бесплатно уважаемые коллеги вот теперь я вам кто хочет освоить кто хочет освоить вы вот я даю ссылочку freshdesk.com кто хочет освоить самостоятельно идите регистрируйте создавайте учетную запись и все у вас получится те кто хочет это сделать с помощью нашего конструктора быстро с моей помощью помощью экспертов мы приглашаем уже вас наш онлайн курс где там этот конструктор представлен полностью вот куда я о чем я говорю вот в этом онлайн курсе мы обучаем вас как этим конструктором пользоваться и вы сами ставите задачу и решаете другие и только эту но и другие задачи дальше дальше никакого отношения еще раз к муду это не имеет эта система совершенно самостоятельно это называется вот дублирую freshdesk.com уважаемые коллеги там создается только база знаний никакого муду это работает все правильно поняли дальше дальше информационно-справочная система не только общей но и частной информации это не муду ответил дальше вот Анна Викторовна вводим вы можете туда лекции практику тесты вы не можете туда почему назвали база знаний а не справочно-поисковая система вот это теперь переходим к понятильному снова возвращаемся к понятильному в нашем опросе который был в начале давайте я его еще раз покажу мы с вами согласились что действительно мы можем знания человека отделять от его самого и эта система поиска и ответа называется экспертная система база знаний это все синонимы вот ответ на ваш вопрос я его не знаю видите вот ответ на ваш вопрос и большинство ответили так если сейчас открою в интернете публикации или даже открою вот давайте давайте покажу мне очень понравилось вот это вот методика оценки образовательных электронных ресурсов видите сейчас на экране там понятия искусственный интеллект экспертные системы база знаний не помню может быть тоже есть это по сути они пишут базы данных базы данных вот и все так ну базу знаний он не может найти экспертные системы есть а это все одно и то же надеюсь я ответил Татьяна Викторовна ну давайте еще раз посмотрим ценные статистики мы никогда не требуем сто процентов мы говорим о числа проголосовавших по числа проголосовавших семьдесят процентов выражает и и мне как кстати математику и статистику тоже этого достаточно это у нас не в цион не какой-то там еще вот можете посмотреть но отделение знаний систему быстрого поиска классификации сортировки и группировки это синоним экспертная система база знаний и это полезный термин который мы сегодня с вами дорогие коллеги для себя оценили теперь теперь это данные это не знания уважаемые коллеги назовите так вот выход вы считаете что это база данных зовите у себя ее так и вы будете правы я назвал ее базой знаний и многие скажут что я тоже прав понимаете нам сейчас вот это дискуссия как правильно назвать она уже не не имеет такого принципиального значения для практики назовите база поисковая система там длинными словами и используйте смысл от этого абсолютно не меняется нет не только вы вы вот сюда вот сюда это же не я все придумал вы можете использовать справочный материал из других источников выступать в качестве автора составителя то есть ну вы не придумали допустим предмет ботаника но вы берете разные источники и размещаете туда и это получается ваша работа составите самому писать туда что-то свое не обязательно дальше назовите это базой информации ну запутайте всех хорошо круг пользователей для студентов если вы делаете открытым круг пользователей весь мир если делаете закрытым значит только ваши студенты кто делает заявки здесь любой желающий любой в этой системе например вы создали какой-то обучающий курс какой-то ресурс учебный допустим это приемная комиссия любой родитель там кто угодно бабушка дедушка могут написать такую заявку она вам придет дальше кто угодно да наталья викторовна если вы скажете вам нравится база данных я назову ее база данных хотя я работал с базами данных тоже тоже работал с базами вот такую технологию создать мне было бы в базах данных сложно вот например с тем же автопоиском вот честно сложно я знаю технологии основная целевая аудитория базы знаний и заявок Анна Викторовна вы очень целеустремленно идете вперед вот мне нравится ваша активность целевая аудитория у меня образовательный портал он для всех кто применяет электронные курсы у меня целевая аудитория это преподаватели студенты которые пользуются электронными курсами кто у вас если это ваши студенты ваши ученики ваши коллеги я не знаю значит это будет ваша целевая аудитория если у вас вы занимаетесь какой-то узкой профильной деятельностью и такое создаете значит вот для них это будет интересно повторюсь поначалу в начале это пустышка пустышка там ничего нет да вы можете пользоваться базами знаний коллег данная база может быть контентом трудов преподавателей хороший вопрос мне нравится я ожидал что вот для библиотекари человек незарегистрированный может быть вообще посторонний или свой сотрудник я говорю еще раз можно закрыть он ищет он даже не знает что ищет вот он что-то написает начинает писать он тут же система ему подсказывает варианты то есть да может может для поиска трудов вот он слышал когда-то два года назад что была какая-то монография точно название не помнит он даже не знает как подойти и вот он начинает пробовать и это ему очень быстро поможет Анна Викторовна вот этот вариант бесплатный почему я взял что я знал что вы спросите вы бы удивились зачем нам тратить деньги этот бесплатный ни хостинга ни сервера ничего не надо так формула для расчета сложного процесса это знание формула для расчета сложного процесса это знание ну хорошо допустим я собрал вот еще раз по вопросу база знаний и база данных я собрал у меня допустим история жизни у меня стали ломаться локомотивы и стали увольняться мастера по их ремонту это реальная проблема в США была такая в 50-е годы локомотивы ломаются чинить некому те люди мастера которые знают где может поломаться что-либо уходят на пенсию их нету а новые не появились что делать не успевают убытки сделали нашли простое опрещение они стали тех экспертов этих находить и спрашивать что делать если вот возникает такая поломка куда хоть идти и тем говорим иди вот туда в этот отсек и ремонтируй этих экспертов стали опрашивать их варианты ответов заносить в некую базу и вот тогда-то стали говорить вот это база знаний те мастера ушли а их ответы работают они дают экономический эффект мы быстро находим неисправности в этих локомотивах мы снова зарабатываем они у нас ходят создают результат поэтому уважаемые коллеги как только мы видим признаки получения готовых не просто данных решений для поиска какой-то проблемы мы вполне можем позволить себе термин и база знаний и база данных просто база знаний психологически содержательно дает пользователю уверенность что ответ будет если его здесь нет надо писать заявку вот пожалуй такая вот точка зрения жизнедеятельности бессрочно вот этот вот вот этот вот инструмент я уже использую где-то лет шесть это только один из вариантов и ничего не плачу это ответ базы данных должны быть такими которыми вы решите Рината Рауповна хотите сделать закрытыми они будут закрытыми поколениями да ну если это у вас библиотечная система я просто каталог внесем мне сложно каталог назвать базой знаний вот там данные где лежит эта книга вот это данные а когда я вижу ответ на решение проблемы вот это бы наверное я назвал базой базой знаний у меня есть проблема например проблема я не могу авторизоваться на сайте ну вот забыл и где тыкаться не знаю это моя проблема я ее решаю хотите назвать этой базой данных дело дело вкуса в нескольких источниках не на своем конструкторе ресурс вот поэтому коллеги здесь дискуссия что это правильно база знаний или неправильно в каждом частном случае может называться по-разному но в оригинале вот эта технология называлась точно knowledge base я не вру не data base а knowledge base дальше я посмотрел теоретические источники увидел что knowledge base и вот эта база знаний они по сути идентичны и они мне нравятся с точки зрения пользователя человек ученик ребенок зашел видит надпись не база данных а база знаний он ему психологически с базой знаний как-то лучше работать чем с термином база данных тут и психология тоже работает хотя теоретически кто-то может быть не согласен но для пользователя база знаний звучит очень выигрышно уважаемые коллеги те из вас которые захотят сделать у себя в вузе на капитале на факультете библиотеки для себя лично по своему курсу что-то подобное любого уровня сложности вы можете это сделать я не рассказываю как это делать вы пожалуйста примите к сведению я вот ссылочку дал пожалуйста те которые запишутся в наш курс они узнают как это сделать такой же это будет практически практику такую же базу знаний свою возвращаясь конструкт к интеллектуальному конструктору еще раз вы убедились что вот конструктор о котором мы говорили он включает в себя вот эти знания методы значительное количество таких инструментов и блоги тесты и шкалы времени и что там каких технологий нет там есть и другие показатели в том числе и финансовые мы сейчас просто не показываем мы говорим все это работает пожалуйста приходите конструктор содержит много штучек для создания дистанционных курсов да база знаний это вид учебный вид учебного контента неактивности хотя там обратная связь есть это вид учебного контента антиплагиат может быть включен как инструмент да да что еще через админа выйти на закрытые базы данных по нашим Анна Викторовна я не знаю не ловил ваш опрос на закрытые базы данных по нашим я не понял ваш вопрос Анна Викторовна Анна Викторовна давайте-ка классный вопрос он носит специальный характер пообщаемся где-нибудь скайпе мой скайп давайте покажу на экране в конце вот он он крайне интересный Юрий нижнее подчеркивание Б и мы проговорим мы оказываем бесплатное информирование и даже консультирование бесплатно по таким страшным вещам страшно интересным вещам но они нетривиальны и так вот тут нужен некий опыт давайте давайте с удовольствием пообщаемся что еще ну вот и все пожалуй дорогие коллеги я хочу еще раз напомнить эту презентацию вы можете так скачать вы можете вы можете с нами связаться вы можете получить такие наши дипломы и я хочу сейчас вручить вот эти точнее не вручить а пока только объявить победителей сегодня ну никуличева она недавно про она проявила внимание к этой проблеме да наталья вот это первое сегодня самый самый такой вот важный теоретические вопросы самый главный активный участник далее плотникова галина григорьевна награждается сегодня грамотой тоже суперактивность дальше тот мужчина сейчас попробую вспомнить всем спасибо за участие я ищу кого кого еще кочнева мне очень сегодня понравилось вопросами про юнга в частности и еще вот мужчину я не вижу мужчину борис анатольевич бурняшов задавал частные вопросы в частном порядке бурняшов мне тоже очень понравился кого-то может пропустил среди суперактивных для поощрения грамоты так михайловом михайлова михайлова тоже мне активность я выделяю высшую сторону вот пожалуй все уважаемые коллеги кого кого я сегодня хотел бы поощрить и выражать всем спасибо есть ли ко мне какие-то еще вопросы у меня еще есть так пару минут я закончил про базы знаний как видите ничего сложного нет ничего сложного нет и управление заявками самое сложное было узнать где это лежит и узнать адрес freshdesk.com все вы можете сами бесплатно потыкать без меня если хотите это сделать быстрее записывайтесь вот и вся простая идея не нравится вам слово базы знаний нравится базы данных и назовите их базы данных это и так и так так Наталья Викторовна с точки зрения русского языка базы знаний не имеет смысла ну не то что русского может быть логики какая разница русского не русского логика базы знаний неудачно ну да вы повторяете но а есть теоретики даже авторы монографии отечественной где применяют базы знаний да 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 Наталья Ваша точка зрения и вот я спокойно отношусь к разным точкам зрения в науке она заслуживает уважение я согласен что ну как это знание отделить ну вот я захожу сейчас в гугл смотрю смотрю энциклопедии вот открываю какие-то так это не то это не то это игровое вот напишу базы знаний монография и мы найдем с вами отечественные моно щепка монографии на эту тему запретить этот термин уже будет сложно так другер интеллект вот монография монография Алексеева Никитина это отечественные ученые пишут про базы знаний ну ну чего сказать вот они они считают что так упоминают в 2015 году ну упоминают они вот это значит значит вот так еще другие есть какие-то научные еще одна монография открываем заголовок методология практика профессор комарджанова это по бухучету вот в бухучете тоже применяют ну вот так получилось вот целый коллектив авторов такого издания с точки зрения философии социологии вы правы да 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 вы правы ошибку да согласен 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 при этом запрещать термин вот так как я сегодня показывал база знаний наверно тоже согласитесь Наталья Викторовна вот как вот мы запретим скажем вы не правы назовите база данных ну а нам скажут а вот есть практика есть примеры чем мы хуже да вот вот Виталий Станиславович вот тут вот тонкая грань да когда мы говорим вот есть эксперты вот это вот это все что я сейчас показываю вот на экране на рабочем столе вот это все из жизни люди не знают как делать вот этого нет нигде как какие-то настройки изменить как что-то еще какие-то ссылки оформить вот это все из опыта не из ГОСТа не из учебника из опыта и мы это знаем собираем туда то что чаще всего вот эту эту грань как-то формализовать сложновато сложновато вот тут уже пошла такая дискуссия нет мы задумываемся Наталья Викторовна мы всегда задумываемся и я тоже когда вот этот термин база знаний когда я выбирал я думал ну вот напишем база знаний а вдруг я это чисто вот ну фиглярство я стал смотреть читать применяется это термин или нет вижу применяется массово в том числе и в России применяют серьезные научные организации научные подразделения применяют я решил что ну и я тоже буду применять вот когда Виталий Станиславович оставит нам структурированную систему скажет я ухожу на пенсию я вот или соберет знания разных экспертов по своему направлению и скажет это база знаний я скажу да я понял там разные решения сложных проблем которые быстро можно найти посмотреть баз данных тоже много вокруг да ну вот возвращаясь к тому о чем говорил интеллектуальный конструктор вот здесь ведь с ним тоже можно спорить интеллектуальный конструктор а на самом деле что ты знаешь свою задачу ставишь ее конструируешь то что тебе надо вот это твой успех вот по этим критериям ты его достигаешь достигаешь ты ищешь ставишь задачу которая тебе нужна поэтому можно назвать ее базой данных а можно назвать ее конструктором ты конструируешь как в лего свои кирпичики я вот это возьму а это мне не по зубам или там слабо там много затрат у меня время не резиновое и вот ты сам конструируешь ну хорошо хорошо давайте пусть этот вопрос окончательный мы оставим ну вот на таком биполярном толковании является ли это база знаний или базой данных из экспертной системы пусть он будет вот так как есть спорный некоторые считают это ошибка некоторые считают это полезно будем исходить из контекста вот в контексте допустим работы с родителями абитуриентов база знаний ну звучит лучше чем база данных типа зайдите в нашу базу данных и найдите ответ для них это технологически как то звучит тяжеловато технологический прессинг а если мы скажем у нас есть база знаний вот и найдете знания о том как выбрать кафедру факультет специальность это вот маркетинговый ход более более спасибо наталья ну что коллеги пусть будет рекламный трюк с точки зрения системного управления мы ставим задачу мы ставим задачу да не теоретическую а сугубо некую функциональную задачу мы ее решаем вот помощью этого термина вроде бы он решается лучше я бы был бы рад чтобы мы решали наши задачи очень хорошо вот видите Наталья Викторовна мы вас любим и не только я но и другие коллеги Светлана Викторовна слушает внимательно вашу дискуссию пусть будет рекламный трюк вообще Наталья Викторовна я вот тут уже начал ее не рекламировать ознакомить Наталья Викторовна я приглашаю вас к нам выступить на вебинаре специально приготовим по какой-то теме может быть и в рамках некого повышения квалификации пожалуйста у нас большая аудитория и мы вас зовем к нам с удовольствием представим умеем проводить не почему базу знаний в золотой фонд директ академии Наталья Викторовна в состав лучших авторов которые привлекут к себе внимание я же вас лично знаю это не первый год давно знаю как одного из лучших теоретиков и практиков методологов организаторов применения онлайн технологии в образовании в обучении так что пожалуйста это мы если хотите отдельно договоримся по времени но к вам народ потянется я вас уверяю я могу и тут сказать потому что я и вот тут и Кочнева Святана Викторовна я тоже хочу пригласить очень тоже интересная личность коллеги наша почта точнее скайп я вот покажу по скайпу мы обычно по скайпу знакомимся я говорю что надо сделать вот он мой скайп Юрий нижнее подчеркивание Б звоните в любое время ну можете сначала спросить давайте вот Юрий Б это скайп и все познакомимся я расскажу что мы просим от авторов обычно мы говорим давайте найдем классную тему не то что всем известно вот классную полезную для людей которая нужна сделаем ее красиво опишем некий план описание мы сделаем рассылку у нас сотни тысяч получателей мы пригласим да повестим сделаем красивый лендинг сделаем если надо онлайн курс может быть это будет серия закрытых платных вебинаров почему все делать бесплатно можно и платно с выдачей удостоверения установленного неустановленного образца пожалуйста коллеги по скайпу если данные собираются в какие-то методы обзоры эксперименты какие-то методы обзоры экспериментов так 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 ну вот если это каталог издания это база данных а если он пишет ищет решение проблемы с помощью какого-то метода не просто публикация статьи один к одному а где расписывается решение наверное вот тут ключевой момент не просто публикация а именно готовое решение вот тогда это можно назвать например делать где ремонтировать локомотив если сломалась если там упало давление масла в двигателе куда идти ответ раз два три четыре пять вот пять шагов тебе надо выполнить чтобы найти решение проблемы а не иди а не типа иди читай инструкцию номер там пятый том инструкции как по локомотиву вот наверное вот здесь так ну вот вот наталья викторовна соглашается просто описание методик это не база знаний или просто библиотека книг иди читай там все написано это не база знаний это источник информации вот скайпом не пользуешь но попозже я ну давайте по телефону вот мой телефон напишите мне на почту вот эту давайте напишу ваш телефон я вам позвоню можно конечно и письменно но если это будет мы же как мы же обычно в вебинарах проводим нам потребуется микрофон direct media точка ру ру то есть скайп был бы нам полезен спасибо спасибо уважаемые коллеги спасибо да давайте давайте Светлана Викторовна я точно говорю у вас интересная проблематика вы для меня для нас интересны не бойтесь так ну что дорогие коллеги все наверное да вот конце даже вне плана мы провели мозговой штурм можно было бы кому-то микрофон дать вот Наталья Викторовна опытнейший пользователь вебинарных комнатах методист высочайшего уровня можно было бы даже и сейчас подключить ее вот просто я не знал что будет такое можно было бы заранее но Наталья Викторовна замечательно пользуется вебинарными технологиями кроме методики и теории педагогики она еще технологически очень хорошо работает и умеет применять так что еще коллеги спасибо всем я наверное выхожу отсюда и прощаюсь с вами до следующей встречи у нас готовятся новые мероприятия это мы рассылочки вам разошлю до свидания ну ну